МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Чувашские технологии на Ямале. На Чебоксарском электроаппаратном заводе собрали первую цифровую подстанцию для нефтегазовой отрасли. Посчитают всех. Началась подготовка ко всероссийской переписи 2020. Новые суммы в квитанциях. С 1 июля повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Сделано в Чувашии для ворот Арктики. На Чебоксарском электроаппаратном заводе реализовали уникальный для всей страны проект. Сегодня здесь представили первую мобильную цифровую подстанцию. В процессе испытания, да, то есть все, что было, то есть все срабатывания, они сюда выводятся. И уже непосредственно диспетчер может видеть, и вся эта информация хранится, она хранится бесконечно долго. Это мозговой центр цифровой подстанции. Всеми процессами управляет автоматика, сигналы передаются по оптоволокну. Такой же есть экран у удаленного диспетчера. Он все это абсолютно может видеть, дистанционно управлять, сразу же смотреть всю ситуацию, как происходит. Прошло отключение, не прошло отключение. То есть непосредственно видеонаблюдение, то есть там камера висит, и управлять ячейкой. Отсюда можно управлять полностью оборудованием всей подстанции. Это уникальный проект. Цифровых подстанций такого типа в стране не выпускали. Технику для энергообъекта от кабелей до микропроцессоров произвели на предприятиях электрокластера Чбоксар. Так специалисты воспользовались возможностями программы импортозамещения. По сертификации какие-то вопросы возникали, проблемы возникали вообще? Когда процедура проходила? Нет. То есть мы полномерно в прошлом году прошли сертификацию и готовились к изготовлению данного объекта. На какой площадке вы проходили? Вот касаясь Мегатету, что говорите, по всем тем требованиям, по современным. Но в Москве интергосерд получили. Цифровую подстанцию произвели по заказу корпорации «Газпром». Она необходима для бесперебойной работы объектов новопортовского месторождения на Ямале. Именно здесь расположен морской терминал для отгрузки нефти с говорящим названием «Ворота Арктики». Подстанцию полностью разберут, чтобы в итоге доставить на газовое месторождение Ямала. До конечной точки предстоит преодолеть сотни километров не только по земле и воде, но и по воздуху на тросах вертолета. Проект разработали специально для условий Крайнего Севера. Зимой температура воздуха на Ямале достигает 50 градусов мороза. Предприятия республики уже поставляют свою продукцию на полуостров. Мы давно сотрудничаем с «Газпромнефтью». То есть порядком поставили 4,110 подстанции, 8,35. То есть мы себя зарекомендовали как надежный изготовитель и поставщик. Где угодно есть продукция электроаппаратного завода. В Таиланде есть, в Индии есть. Сейчас несколько АЭС строят, в которых мы должны принять участие как поставщики оборудования. Глава региона отметил, что спрос на цифровые подстанции повышается. Для предприятий республики это новые возможности на рынке электротехники. Объем отгруженной продукции только для «Газпрома». По итогам прошлого года превысил 7 миллиардов. Поставлена задача президентом России Владимиром Путиным в работе. Сертификация уже данная подстанция прошла. Соответственно, эксперты оценили, заказчики приехали. Это первый продукт. Огромные возможности открываются для рынка. В ходе официального визита на Ямал Михаил Игнатьев встречался с потенциальными заказчиками, предприятий республики. Цифровые подстанции «Север» планируют поставить и на новые месторождения газа. В том числе на Харасовейское, освоению которого этой весной дал старт президент России. Для бизнесмена, для производителя, где бы не использовались эти подстанции, это качество и безопасность. Все эти меры безопасности, они здесь соблюдены. На случай аварии все меры предусмотрены, упреждающего характера. И то, что специалисты сказали, на самом деле здесь не будет работать человек, оператор. Все это в элементах цифровизации. В ближайшее время на заводе планируют масштабировать проект и наладить серийный выпуск. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. С начала этого года налог на добавленную стоимость НДС увеличился на 2%. Это учли и в тарифах на услуги ЖКХ. Первый раз повышение произошло в январе. Второй раз тарифы поднимут с 1 июля. За 1 кВт в час электроэнергии горожане будут платить на 6, а сельское население на 4 копейки больше. Газ подорожает на 10 копеек за куб. Тариф составит 5 рублей 72 копейки. За вывоз мусора жители городов будут платить по 76 рублей 75 копеек с человека, вместо нынешних 75 рублей 69 копеек, то есть на рубль 6 копеек больше. Тарифы на тепло, холодную и горячую воду и услуги водоотведения также вырастут, но не больше, чем на 2%. В большинстве населенных пунктов республики размер платы за коммунальные услуги для граждан вырастет не больше, чем на 4%. Однако есть исключения. Так, жителям Алатырских пятиэтажек, построенных раньше 1999 года, и не оборудованных приборами учета тепла, придется поставить счетчики, либо платить почти на 17% больше. Право на денежную компенсацию на оплату ЖКУ, помимо федеральных льготников и других категорий граждан, имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода. Также у нас производится компенсация по уплате взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирным домом гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет. По итогам пяти месяцев 2019 года указанную меру поддержки получили 7,7 тысяч человек. С 1 по 31 октября 2020 года по всей стране пройдет всероссийская перепись населения. Подготовка к этому масштабному мероприятию уже началась. И вот что рассказали журналистам на брифинге руководители Росстата по Чувашии. В этом году формируют перечень объектов, которые необходимо будет посетить при переписи. Проверяют название улиц, номера домов. Чувашстат планирует привлечь к этому масштабному мероприятию в республике около 3000 регистраторов, каждому из которых предстоит обойти примерно 600 домов. Новшество переписи 2020 – все данные будут фиксироваться на интернет-платформе. Регистраторы будут ходить по домам с планшетами и вносить данные сразу в электронный бланк. Для тех, кто не захочет пускать чужих людей, будут работать стационарные участки. Жители России смогут пройти перепись любым удобным для них способом, даже без участия регистратора. Это можно будет сделать, заполнив переписные листы онлайн на едином портале госуслуг. Возможно, все эти способы убедят как можно больше людей пройти перепись и дадут возможность Росстату получить объективные данные о численности жителей страны. Помимо количественного показателя, организаторов интересуют и социально-экономические характеристики – национальность, родной язык, образование, самозанятость, место регистрации. Никаких документов предъявлять не придется. Все сведения вносятся со слов людей. Нигде, ни один имеющийся на сегодня административный источник, который есть в нашей стране, ну и даже в мире, то есть он не дает того спектра информации масштабного, такого полного, который мы получаем в ходе переписи. Та уникальная информация, которая будет собрана, она ляжет в основу межбюджетных отношений, формирования бюджетов, принятия грамотных управленческих решений при прогнозировании социально-экономического развития региона, анализа текущих и перспективных демографических отношений. И, конечно, это основа, механизм для принятия основных государственных программ в области миграционной политики, национальной, демографической, образовательной, семейной, молодежной. До этого всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. Тогда в стране насчитали более 142 миллионов человек. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. 103 и 112. Именно по этим телефонам звонят те, кому требуется скорая помощь. С началом лета количество звонков значительно увеличилось, утверждают диспетчеры Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи. С чем это связано? Об этом далее. Диспетчеры центра в среднем принимают более 3000 звонков в сутки. В последнее время просьба о помощи связана с детьми. За сутки адресов бывает много, до 18-15. Дети на каникулах, но адреса бывают и вызывают. Чаще всего боль в животе, температура может быть из-за перемен погоды. У маленьких детей иногда отравление, выпьют что-нибудь, не углядят родители за ними. Иногда обеспеченность родителей приводит к трагедиям. В этом году в Республике в результате падения с высоты уже погибли трое детей. Трое скончались во время пожара, двое утонули. Уже 22 вызова к детям, которые пострадали на воде. К сожалению, двоих из них не удалось спасти. Оба ребенка находились на берегу водоемов, прудов. Погибли из-за того, что рядом не оказалось взрослых. В любой экстремальной ситуации до приезда бригады скорой помощи важно оказать первую помощь. По нормативам медработники должны приехать на вызов в течение 20 минут. Фактически в городах Республики бригада приезжает за 9,5 минут, на селе за 12. В составе Республиканской службы медицинной катастрофы скорой медицинской помощи сегодня работает 14 подстанций. Подстанции распределены с учетом 20-минутной транспортной доступности. Чтобы улучшить свою временность доезда до места происшествия, созданы еще 29 пунктов временного пребывания бригад. Парк автомобилей скорой медицинской помощи постоянно растет. В конце прошлого года в Республику поступили 84 автомобиля, оборудованные по последним медицинским стандартам. К 2021 году автопарк станции скорой медицинской помощи должен быть полностью обновлен. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. Чревато трагедией купания в неположенных и необорудованных местах. С начала лета на водоемах Чувашии погибли 8 человек, из них двое детей. И хотя сейчас погода не располагает купанию, тепло еще вернется, а значит вернутся и проблемы, связанные с безопасностью. Георгию повезло. Его услышали и спасли. Но везет далеко не всем. Чтобы несчастных случаев не было, действуем по ситуации, говорят спасатели. Внимание, четверо мальчиков около быков, аккуратнее. Следовать строго букве закона и не допускать детей к воде без родителей – главное правило. Но когда нет рядом мамы и папы, приходится их заменять, говорят они. Мы из двух зол выбираем меньше, хотя это формально мы нарушаем. То есть я с детьми говорю, разговариваю, предупреждаю, даю инструкции. И просто их контролирую. Дети, конечно, приходят, больше 80% детей плавать вообще не умеют. То есть потрогал воду и все. Это первое. Второе. Дети не знают и родители, не знают правил безопасности. Обращать внимание нужно не только на правила безопасности, но и на место, где вы собираетесь искупаться, говорят спасатели. В этом году в республике официально открыты и допущены к эксплуатации 13 пляжей и почти 120 мест для купания и отдыха. Стоит отметить, что все несчастные случаи на водоемах происходят в запрещенных и необорудованных местах. Вроде бы все делаем, а количество несчастных случаев есть уменьшение в пределах 5-7% ежегодно, но это мало. Хотелось бы, конечно, подойти минимум к историческому, но пока не получается. Причина абсолютно наша, человеческая. Взрослые тонут на воде в нетрезвом состоянии и все купаются в необорудованных местах. Дети гибнут по нашей преступной, халатной, такой безответственности. Правила поведения на воде не так уж сложны, но без помощи взрослых здесь не обойтись. Я всегда прихожу гулять сюда со своей сестренкой и далеко не пускаю ее, всегда находится в поле моего зрения. Я ей рассказываю, что далеко нельзя заплывать, за буйки нельзя заплывать. Вести себя надо аккуратно. И все же для того, чтобы обезопасить свой отдых у водоемов, нужно знать три основных правила. Не принимать алкоголь у воды, не переохлаждаться и держать своего ребенка в поле зрения. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Валерий Рязяков, Республика. О том, как защитить своих детей и самим не попасть в беду, отдыхая на природе, расскажет министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Виняймин Петров сразу после новостей. И в воздух шапочки бросали. Доброго пути пожелали выпускникам Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева. Лучших студентов. Ректор вуза Владимир Иванов поздравил лично. Раз, два, три. Ура! В этом году дипломы Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева получат более 500 выпускников. Но только 50 лучше ходили академические шапочки и мантии. Помимо документа о высшем образовании им вручили специальные награды. Они социально активные, ответственные и, конечно, хорошо учатся. Но самое главное, они хотят трудиться в той сфере, которую они для себя выбрали уже давно. Сегодняшние выпускники педагогического университета – это завтрашние учителя. Юрий Орланов планирует начать вести уроки уже с начала следующего учебного года. Я выучился на учителя математики и информатики, вот чему, безусловно, очень рад. И собираюсь дальше идти работать по профессии. Мне нравятся сами предметы и, конечно же, я очень люблю работать с детьми. Ну, а кто-то не спешит расставаться с родной Альма-Матер. Насчет будущего, вот пока думаю, насчет магистратуры. Студенческой жизни оставляет. Большой опыт, хоть по профессии, хоть вообще по жизни, например. Ораторское мастерство, лидерство, всякие мастер-классы, куда мы только не выезжали, всякие школы актива. Депутат Госсовета Чувашия Вячеслав Рафинов, который получил свой первый диплом больше 40 лет назад, рассказал, что помнит о день и свое волнение. Лучшим студентам он пожелал оставаться в статусе лучших и в карьере. Вас ждут сегодня. Ждут школы, ждут директора школ, ждут ученики, ждут коллеги будущие. Я вам желаю всего самого доброго, чтобы ваш трудовой путь был успешный. Информация для тех, кому еще только предстоит выбрать профессию. Приемная комиссия Чувашского педуниверситета уже начала работу. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика. Лекции по четвергам на Московской набережной в Чебоксарах запустили проект лекторий на Волге. Место встречи у ворот в подземный город. Однако тема связана не с прошлым, а с настоящим и будущим. Образование, городская среда, предпринимательство. Что для нас удачное будущее, куда выпущен ребенок? Для школы, для института. И можно ли чему-то научиться у детей? Этим вопросом задались участники лектория и первый спикер городского проекта Инна Исаева, директор 5-й гимназии. Об образовании здесь говорили открыто, совместно обсуждая проблемные вопросы. Мне как маме троих детей было сегодня очень интересно побывать на лектории, которую организовала администрация города. Послушать лекцию про развитие наших детей, как помочь нашим детям учиться, как помочь нашим детям развиваться, как помочь нашим детям адаптироваться в каких-то там новых процессах учебных, заданных государством. Организаторы обещают проводить встречи каждый четверг в 6 вечера. Это будут не только лекции, но и площадки для обменомнениями и общественных обсуждений. Кроме того, актуальные инициативы горожан будут поддерживать и развивать. Максимальное вовлечение жителей в вопросы развития города. Здесь будут проходить просветительские образовательные мероприятия, дискуссионные столы. Мы планируем, что это место станет постоянно такой действующей коммуникационной площадкой для всех жителей города, которые думают о развитии собственного, развитии собственного города. Каждый четверг новый лектор. На следующей неделе планируют продолжить тему образования с ректорами вузов. В числе приглашенных экспертов и крупный федеральный предприниматель Игорь Рыбаков – дизайнеры и блогеры из разных регионов страны. Стоит отметить, что все лекторы выступают на общественных началах в рамках концепции «Друг города». Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. Таким стал последний рабочий день этой недели. Хороших вам выходных!